Ом Ти Ви Юэй, про Головне. По нам прилет с ракетой. Просто капец. По ситуации с паромной переправой и поставками топлива в Крым, на Керченской переправе работали три железнодорожных парома. Авангард, Славянин и Конро Трейдер. Паром Авангард попал под удар в конце мая и был серьезно поврежден. У судна был фактически развален правый борт. Сейчас Авангард находится в ремонте, когда выйдет на линию, неизвестно. Славянин ВСУ повредили в июле. Сейчас этот паром ожидает ремонта. Находится в Азовском море. Ну а Конро Трейдер затонул после атаки 22 августа в порту Кавказ, парализовав на неопределенное время работу Керченской паромной переправы. По Керченскому мосту железнодорожным транспортом топливо в Крым не доставляют, так как конструкции ослаблены после взрыва на мосту и горения грузового состава. Также опасаются, что по составу с топливом может быть нанесен ракетный удар. Поэтому наш совет, крымчане, остается прежним. Запасайтесь топливом. Ну или пересаживайтесь на электротранспорт. Украинский штаб признал причастность к атаке, но не назвал, чем именно. Был нанесен удар, хотя считается, что была использована ракета «Нептун». По словам губернатора Краснодарского края, 17 членов экипажа спасли. Поиски еще двоих человек продолжаются. Постоянные имиджевые потери Путина могут помешать России продолжать вести войну с Украиной. The New York Times. Согласно анализу компании Filter Labs AI, которая отслеживает комментарии и публикации на сайтах, в большинстве сообщений говорится, что продвижение ВСУ в России – провал российского правительства и самого диктатора. Позитивное отношение к Путину среди населения России заметно снизилось уже после восстания Пригожина, но сдвиг в настроениях стал более резким именно после начала Курской операции. Президента России пока что значительно поддерживают в Москве, однако в отдаленных регионах разочарование Кремлем растет. Сейчас трудно определить эффект от украинского наступления. Однако уже ясно, что Путин находится в затруднительном положении. Если престиж и популярность президента России упадут в ключевых регионах, где сейчас усиленно проходит вербовка людей на войну. Особенно если россияне почувствуют, что боевые действия идут плохо. Кремлю будет сложнее пополнить ряды военных, пишет Filter Labs. Хочу сказать, что специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются. Появились кадры после вчерашней атаки по аэродрому Мариновка в Волгоградской области. На них видны поврежденные ангары, в которых стоят самолеты. С других ракурсов видно, что сами ангары имеют множество отверстий от поражающих элементов. Для этого использовали металлические шарики. Сколько именно самолетов и как было повреждено, все еще неизвестно, но на спутниковых снимках видно, что кроме ангаров с самолетами были полностью уничтожены места хранения авиационных боеприпасов. Зетвоинкоры пишут, что все способные летать самолеты покинули аэродром до прилета украинских дронов. А в ангарах якобы находились неисправные самолеты, и к ним вроде как нет запасных частей. Если это правда, то как минимум четверть самолетов на аэродроме по сути были неисправны. В Оренбурге разгорелся скандал из-за шамана. За выступление на дне города певцу заплатили 16 миллионов рублей. Сумма гонорара возмутила местных жителей, которые до сих пор не получили компенсации за утраченное жилье после весеннего наводнения. Инфраструктура в городе также по-прежнему не восстановлена. Вместо администрации сообщили, что это другое. Тем не менее, выделением средств уже заинтересовалась прокуратура. Но, что бы там ни решили, деньги, скорее всего, уже не вернуть. По условиям контракта шаман их получит, даже если выступление отменят. А? Че не смеете-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия! Жителям многоэтажки в Ейске, на которую в октябре 2022 года упал бомбардировщик Су-34, присудили компенсации. Но не те, на которые лишившиеся имущества люди вообще рассчитывали. Вместо запрашиваемых 12 миллионов рублей, тоже не такая уж большая сумма, за моральный ущерб, суд обязал Минобороны выплатить от 200 до 900 тысяч рублей за уничтоженное имущество. Да и вообще, в Минобороны заявили, что платить за все должен город, а они тут ни при чем. Вот этот вот падающий самолет на видео, ну, вероятно, не их, может быть, он уволился две недели назад, я не знаю, к Минобороны, конечно, никакого отношения не имеет. Напомню, что в результате этого крушения погибли 16 человек, 43 получили ранения, 140 квартир были полностью разрушены, а Минобороны теперь говорит, что они ни при чем. При чем здесь Россия-то? Власти вообще любят перекладывать друг на друга ответственность, на пострадавших от военных жителей им, конечно, абсолютно плевать. Вы что, не знаете об этом, что ли? Цели всего происходящего уже мало кому понятны, и каждый трактует их как хочет. Вот Медведев, например, обиделся на запрет Украинской Православной Церкви Московского Патриархата и в очередной раз пригрозил Украине уничтожением. Истинная церковь говорит только у нас, а у остальных неправильная. Ну, ждем, когда Димон объявит новый крестовый поход. Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, значит, нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное, это должен быть и Киев. Боже, это закончено. Если не сейчас, то через какое-то время. По двум причинам. Киев – русский город, и оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации. Интернациональная угроза. Потому что хоть Киев и русский по своим корням город, он управляется интернациональной бригадой противников России во главе с Соединенными Штатами Америки. Господи, благослови Америку. Пока крупные чиновники воюют словами, сидя на мягких диванах, срочники находятся в зоне боевых действий. И теперь вот жалуются, что у них отбирают телефоны. Кнопочные телефоны разрешены в армии, но военных это не волнует. Пацанов заставляют подписывать контракты, а чтобы те не рассказывали правду о происходящем родителям, лишают средств связи. Естественно, наш совет один – не отпускайте своих близких в армию, сами, естественно, туда не идите, не верьте обещаниям военных. Никто их не выполняет, не будет выполнять, и законы никакие не соблюдаются. Это абсолютно... Всего же в террористических атаках ВСУ только на Белгородскую область были задействованы десятки дронов и более сотни артиллерийских боеприпасов. На Великобритании разведывательные ударные сыграли ключевую роль в наступлении ВСУ на Курскую область. Пропагандисты итальянского телеканала «Рай Уна» вместе с боевиками ВСУ приехали в нашу с вами российскую суджу. Они сообщили о перемоге украинских солдат. Издание «Таймс» сообщает, что военные ВСУ за месяц до террористического нападения обучались городским боям на полигонах в Британии. Редактор субтитров А.Семкин